Привет! Вышла iOS 14.2 и главными нововведениями стали в этой прошивке и обновлении что? Правильно! 100 новых эмодзий, как написала Apple. Причем, когда обновление выходило, прямо здесь внизу была строчка, что 100 новых эмодзий. На самом деле, нет. На самом деле не 100 новых эмодзий, и не только ими ограничилась Apple, потому что мы достаем мою подделку на AirPods Pro. Они сейчас у нас подключаются, мы видим вот это красивое меню и так далее и тому подобное. Потом идем, собственно говоря, в настройки звук, безопасность наушников. Во-первых, это переименовано. Во-вторых, у нас теперь помимо пункта приглушения громких звуков добавился пункт уведомления от наушников. То есть, например, мы слушаем полгода наушники, и нам приходит уведомление о том, что слишком громко вы слушаете, то есть, типа, для защиты вашего слуха и так далее. Если нажать кнопочку подробнее, здесь выявлялось вот такое уведомление, что, типа, нужно беречь свой слух и ни в коем случае не слушать наушники громко. В некоторых странах, кстати, введен даже закон по поводу ограничения громкости звука на многих, собственно говоря, наушниках и все такое. И это, причем, настройка в некоторых странах не выключается. То есть, у нас это можно выключить, и, соответственно, громкость наушников не будет снижаться. Но вообще ушки свои, конечно же, берегите. Далее, идем в настройки в обои. И, соответственно, здесь у нас присутствуют новые обои в разделе статика. Так как у меня 7+, то, соответственно, нет никаких других менюшек. И вот здесь вот есть горы, скалы, собственно говоря, деревья и такие и сразу варианты, соответственно, вместе с темными вариантами обоев. То есть, мы, например, можем посмотреть дневной меню. Дневной, господи, не дневной меню, а дневной вариант обоев. И, соответственно, потом посмотреть ночной вариант обоев. То есть, это прикольно. Далее, что еще хотелось бы отметить из обновления. Обновление, кстати, достаточно стабильное. То есть, я... Что я включил? Обновление достаточно стабильное. То есть, оно мне действительно понравилось. И в пункте управления у нас есть новая менюшка распознавания музыки. То есть приложение Shazam как такового, встроенного, как там на разных китайских оболочках, прошивках, мы не увидим. Но, соответственно, здесь у нас получается так, что ты можешь вот это тыркнуть, и оно будет, собственно, слушать музыку. И если оно что-то распознает, то оно тебе даст об этом знать. Ничего не найдено, нам не удалось ничего найти. Ну, бывает, окей. Дальше. Если мы зайдем, собственно говоря, в сами наушники AirPods или AirPods Pro, неважно, у нас появилась новая менюшка оптимизированная зарядка. Это, соответственно, то же самое, что на iPhone. То есть, если у вас наушники заряжаются, там долгое время стоять на зарядке, то деградация аккумулятора, само собой, будет происходить быстрее. Поэтому теперь это включается, и наушники будут заряжаться так, как, собственно говоря, ну, считается там, что, типа, лучше для того, чтобы батарея совсем уж не деградировала. Вот. По поводу 100 новых эмодзи, вы прямо сейчас видите их на экране. То есть, ничего особого в них нету. Ну, я не знаю, кто этим, на самом деле, будет пользоваться прям таким. Я, действительно, тоже пользуюсь такими только эмодзи, которые у нас предлагают, собственно говоря, автоисправление, там рекомендации, когда ты что-то печатаешь. Вот. И, в принципе, все. Много ошибок исправили. Главное, ошибку исправили в погоде. То есть, теперь в погоде у нас показывает правильное время захода солнца, вероятность дождя. То есть, раньше показывалось ошибками, но я, на самом деле, этого толком не замечал. Вот. И во время записи диктофонных записей поправили. То есть, теперь звонок не прерывает диктофонную запись. То есть, видимо, может быть баннер, там не появлялся что-то такое. Вот. И для владельцев Apple Watch, начиная с серии 4, iOS 14.2 и iOS, обновление iOS, которое, собственно говоря, вышло. Не знаю, честно говоря, какой номер, поэтому не могу сказать цифру. Вышло. Оно, собственно говоря, позволяет вам включить теперь функцию EKG. То есть, это та функция, о которой Apple говорили. То, что там надо договариваться с кем-то, все остальное. Мне кажется, просто они не могли ее довести до ума нормальную. Поэтому, собственно говоря, так вот и получилось. То есть, обновление достаточно стабильное. Я уже попользовался им практически сутки. И могу сказать то, что обновляться действительно стоит. Потому что все стало плавнее, все стало интереснее. Все стало, собственно говоря, как-то побыстрее. То есть, действительно, замечается работа над тем, что они оптимизируют. И прошивка действительно чувствует себя хорошо даже на таких старых устройствах, как 6S, 6S+, и 7, 7+. Поэтому, как-то так. С вами был Туни Дизель. Пишите в комментариях, какие лаги-баги вы заметили в этом обновлении. Что, может быть, интересного вы также обнаружили в этом обновлении. Что, может быть, незаметно, не на поверхности. Будет интересно почитать. Ну и остальные социальные сети, как обычно, ссылки в описании. Главное, конечно же, канал в Телеграме. Ну, там Инстаграм, Твиттер. Это все такое уже посредственно. Все. До новых встреч. Совсем скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова